Приветствую вас! И у вашей проблемы есть несколько основных аспектов. Я бы сказал, что их ровно два. Давайте мы с вами будем сейчас зачитывать текст и, соответственно, разбираться с тем, что происходит. Итак, скучаю по-бывшему, расстались пару месяцев назад. Ну, вообще-то говоря, скука здесь это нормально, потому что вы привыкли к человеку, привыкли вы к мужчине, да, в своей жизни, вот, ну, как вот он у вас, как он с вами взаимодействовал, как он в вашей жизни участвовал, вот, вы к нему привыкли. И это, в общем, нормально, то, что вы скучаете. Абсолютно. То есть вам хочется поплакать, как вы говорите, это, в общем и целом, вроде нормально. То есть если вам хочется поплакать, то поплачьте, сделайте это, в этом нет ничего сколько-нибудь неправильного и чего-то постыдного. Наоборот, в данном случае слезы это то, что позволяет вам выплескивать негатив, который у вас есть. И, соответственно, значит, освобождаться, освобождаться и жить, собственно говоря, дальше. Само всё равно понятно, да, что жить дальше нужно, в любом случае. То есть скука это, в данном случае скука это нормально. Кто-то вы скучаете по нему. У вас образовалась пустота без мужчины и, соответственно, эту пустоту вы пытаетесь заполнить. То есть скука это, как правило, скука возникает именно из-за пустоты, пустоты в душе. Как раз именно по причине того, что человек сам себе эту пустоту заполнить не может никак. Так. Идём дальше. Было хорошо, было не очень. Ну, это как у всех. Понятно. Он немножечко деспот, а вообще умный, харизматичный, весёлый мужчина. Ну, смотрите. Если вы говорите, что мужчина деспот, то есть деспотичен, то есть склонен доминировать, да, склонен как-то подавлять. И если вам такой мужчина по душе, если вам такой мужчина нравится, то это, в общем-то, говорит только о том, что вы сами, вот именно вы склонны к тому, да, чтобы быть ведомой. То есть вам нужен деспот, чтобы он, этот деспот, ну, грубо говоря, брал за вас некую ответственность. Потому что вы сами эту ответственность за себя нести, ну, не готовы. По крайней мере, такое у меня сложилось впечатление. Если женщина выбирает себе деспотичного мужчину, значит она, соответственно, хочет быть ведомой. Вот. Опять же, опять же, в этом нет ничего плохого. Это просто реальность. Это просто ваш выбор. И очень важно, чтобы вы этот выбор осознавали, чтобы вы его понимали, чтобы вы его принимали, и ваши ожидания, вот те ожидания, которые есть у вас, те, может быть, потребности, которые есть у вас, чтобы они были соответствующими. То есть, если вы выбираете себе мужчину деспота, то соответственно, нужно и ожидать, что человек будет вести себя как, ну, как кто, да, как кто, как деспот. Правильно? То есть, нужно ожидать этого, понимаете? Нельзя встречаться с деспотом и ждать, что он там, грубо говоря, с вами, например, поменяет, да, станет другим. Это, ну, оброметчиво ожидать. Но вопрос заключается в том, а здоровые ли это отношения с деспотом? Соответствуют ли они вашим интересам, например, вашим взглядам, там, эээ, вашим ценностям, вашим приоритетам, вам, самой. Вы действительно хотите быть ведомой в отношениях? Если да, то почему? Сознаёте ли вы все плюсы и минусы этого? То есть, ну, вот, плюсы, например, плюсы взаимодействия деспотичным мужчинам, например, в том, что он полностью берет на себя ответственность за вас. А минусы в том, что вы, ваше желание, ваш голос, ваша личность полностью подавляются. И, понимаете, немножечко деспотов не бывает. Мужчина либо деспот, либо нет. Может быть, авторитарный, эээ, мужчина, да, который, вот, своим авторитетом пытается, значит, ну, занять лидирующую позицию, да. Эээ, вот. Но, по большому счёту, от этого, от авторитарного до деспотичного ээээ... типа, не так уж, ээээ далеко. Поэтому здесь я полагаю, вам необходимо быть, опять же, честным с собой и определить для себя, вот какой мужчина вам все-таки нужен, потому что вот как мне показалось, да, то, что вы, ну, как-то вот встретили мужчину такого, который, ну, вам, вот, который вам... понравился, который устроил вас во всем, не понравился даже, а именно устроил, то есть вот он вас веселил, вот, и все. А какой он, какие у него черты, какие у него особенности, да, это вас как-то особо, ну, не волновало, в общем, если понимаете, о чем идет речь. То есть, что-то здесь заключается именно вот в этом, да, заключается именно в том же, в том, как вы выбираете мужчину, да. Вот это вот ваша умный, харизматичный, веселый мужчина, это очень похоже на запрос. То есть я сама не такая, я хочу, чтобы мой мужчина был такой. Как бы, колоритивый. Ну, тогда получается, что мужчина-то вам нужен. Для чего? Для какой цели адеквата тогда мужчина нужен. Понимаете? Может быть, он не хочет, чтобы вы его использовали, может быть, он не хочет, чтобы вы его как-то вот так, ну, под свои нужды подгоняли. Да, ему, может быть, не нравится это. Понимаете? Какой, какой момент. То есть, на мой взгляд, вот это вот необходимо учитывать. Если вы хотите выстраивать отношения именно все-таки гармоничные, да, с мужчиной. Дальше. Идем. Ага. Так. Мы встречались, он меня всегда развлекал и смешил. Так. Ну, вот здесь, смотрите. Интересная получается ситуация. То есть, мужчина, по вашему мнению, должен вас развлекать. Да, мужчина вас развлекал. Мужчина вас смешил. То есть, мужчина занимал определенное место в вашей жизни, занял определенное место в вашей жизни, лучше, наверное, так будет сказать правильнее. Занимал определенное место в вашей жизни. И тем самым давал вам то, чего не было у вас. Вы говорите, что вот я была грустная, я была в депрессии, а откуда депрессия, откуда грусть, почему она у вас имела место быть вообще? Откуда вот эта вот депрессивность у вас возникла? Делали ли вы с ней что-нибудь? Если у вас депрессия, соответственно, если диагноз соответствующий, то есть, если есть диагноз, то должно быть назначено и лечение соответствующее, да? Ну, депрессия лечится, вот, вполне, вполне, депрессия лечится вполне, вот, понимаете? То есть, вот здесь, на мой взгляд, возникает такая уже элемент зависимости вашей. То есть, вы зависимы от человека, вы зависимы от мужчины только потому, что он вам вот давал то, чего не было у вас. А он, в свою очередь, скорее всего, да, он чувствовал, в свою очередь, что вы его используете. То есть, он не мог не чувствовать, что вы им, как бы, ну, пользуетесь, что он вам нужен. Что он вам нужен именно, именно для, вот, только того, чтобы исцелить вас и смешить. Вот. То есть, да, я понимаю, что это, ну, не очень приятно, но тем не менее. Давайте, давайте дальше. Пойдем, пойдем. charity. И поговорим о том, что мама, а что он носит. Я был, грубый и вечно недовольный, но с ним я радовался. Так, а почему вы были грубой? Чем вы были вечно недовольный, да? Почему, почему вы были upon a reason, почему вы были вечно недовольный? С чем это связано? То, что вы были недовольны. Ну, вот это тоже такой важный момент на самом деле. То есть нужно, чтобы вы его для себя обязательно выявили. То есть у вас проблемы, именно личностные проблемы, что-то вы были грубой и невидовольны, то есть по сути вы обладаете неудовлетворенностью вообще помимо мужчины. Были еще до него, до него у вас были проблемы, вот. Но вы их не удовлетворили, свои потребности неудовлетворенные, свои проблемы вы не решили, которые у вас, ну, имели место быть. И я так подозреваю, что и имеют место быть скорее всего, потому что, ну, скорее всего они никуда не делятся ваши проблемы. Они скорее всего как были, так и остались эти ваши проблемы. вот. Ага, мужчина, он воспринят вами, был воспринят вами, как вот временное оккупирование этих самых проблем. понимаете. Вот. То есть неудовлетворенные вы вообще по жизни неудовлетворенные. Ну, вообще, вот в жизни, в своей жизни вы неудовлетворенные, как таковой. да. Вот. А с его помощью вы как-то вот на какое-то время, на небольшое время, на непродолжительное время, вы, значит, ну, вот, свои проблемы решали с его помощью. С помощью мужчины. И, конечно, конечно же, вы довольно болезненно отреагировали на то, когда он от вас ушел, потому что, ну, вы потеряли способ, вы потеряли возможность решения проблемы своей, который у вас, который способ решения проблемы, который у вас был до этого. Вот. Вы его потеряли, к сожалению. И поскольку, поскольку вы потеряли, то вы сейчас, по сути дела, переживаете фрустрацию. Так, с ним я радовался, а чему вы радовались? Вот, наверное, вы радовались тому, как мужчина давал вам чувствовать себя. Как он позволял вам себя чувствовать. Вот этому, скорее всего, вы радовались. Это, скорее всего, вам и нравилось больше всего. Ну, во взаимодействии с ним. Опять же, опять же, поправьте меня, если я ошибаюсь. Вот. В итоге, вы пишите, что он меня бросил. Понял всего хорошего и начал общаться с другой, более позитивной девушкой. Ну, соответственно, он предпочел вас, предпочел другую, вместо вас, да? Вот. И вам это, конечно, очень тяжело. Вам это тяжело переживалось и сейчас, скорее всего, тяжело переживается то, что он, ну, другую девушку выбрал. Ого. Более, более позитивную. Но, скорее всего, дело не в более, не в более позитивной девочке, опять же. А, скорее всего, дело в том, что мужчина, как и любой детспорт, не, а, не смог вас принять. То есть, он, а, хотел, чтобы вы были, ну, вот, его, он хотел, чтобы вы были вот такой, как он хотел, то есть, ну, детспоту нужна, детспоту нужна подчиненная, как правило. А вы за счет своей грубости, соответственно, исключили, скорее всего, такую возможность для него. И поэтому он начал общаться с другой. То есть, он понял, что вы до конца ему не подчинитесь. Ну и плюс еще, конечно, изрядную роль сыграло то, что вы его, ну, как бы, использовали для, ну, для своих целей, для своих, эм, попребностей. Что ему, конечно же, не нравилось. Вот. Ну, тут, на самом деле, эээ, надо сказать, что, эээ, мужчине, действительно, могло это не понравиться, потому что, ну, эээ, не все, эээ, воспримут адекватно, да, когда используют, эээ, когда чувствуют, чувствуют человек, что его просто выжимают, как бы, выжимают его, эээ, ну, доску, не доску, но выжимают. Вот. Ему это, эээ, не мра... не понравилось, конечно. Вот. Вот. Это, это, нужно понимать, что это, эээ, в общем, в общем и целом, это, эээ, это нормально, совершенно. Вот. Это, эээ, нормально, нормальная реакция. Вот. Ну, однозначно, у него не было к вам, эээ, чуть, сколько-нибудь, эээ, сильных, мощных, эээ, вот. У него не было к вам, эээ, привязанности какой-то, у него не было к вам, эээ, любви какой-то, да и вы тоже, ээээ, как вы, эээ, пишите, как мне, ну, показалось, да, что вы его тоже не любили. То есть, эээ, да, возможно, возможно у вас, эээ, была какая-то привязанность, эээ, вот. Но любви, эээ, любви всё же я не заметил, любви я не увидел. Вот, эээ, вот, эээ, в том, эээ, ну, в том, что вы, вот, эээ, описали. Вот, не увидел я любви в этом, эээ, вот. Дальше. Эээ, значит, более позитивные дела. Я уже пережила болидраты, сегодня мне просто стало грустно и немножечко хочется плакать. Так, ну, смотрите, эээ, значит, про слёзы, да, я вам сказал, эээ, то есть, что это, что это значит, и что, как бы, плакать, плакать это нормально, что, если хочется поплакать, поплачьте, так вы свой негатив реализуете, отреагируете его, и тем самым он у вас, эээ, не остаётся, эээ, вас, и он не копится и не отправляет вам в вашу жизнь. А вот, то есть, свои слёзы, эээ, задерживать не нужно. Сдерживать свои слёзы не нужно, если вам хочется плакать. Но, подумайте немножечко о другом, чуть-чуть. Подумайте о том, почему именно сегодня вам стало грустно. Что напомнило вам о нём, о мужчине, грубо говоря? Что заставило вас, эээ, вспомнить? Что натолкнуло на мысль? Ведь вряд ли вас натолкнуло на мысль, эээ, любовь вряд ли вас натолкнули на мысль чувства. Скорее всего, вы встретились в какой-то ситуации, которая вернула вас в то время, когда вы, вот, когда вы, эээ, были с ним, например. Эээ, вот. И, скорее всего, вы почувствовали себя вновь, эээ, значит, брошенный, там, погнинутый и так далее. И, естественно, вам это, эээ, как бы, это вызвало у вас, что, боль, это вызвало у вас сожаление, это вызвало у вас, эээ, жалость, это вызвало у вас сожаление, что, ну, что вы могли бы ситуацию как-то повернуть. Так, чтобы она, эээ, ну, закончилась для вас более положительно, более позитивно, чем, эээ, вот, так как она закончилась, так как она завершилась. Вот. Так мне думается, что вы, эээ, ну, мне думается, что именно так обстоят дела. Так давайте вот проанализируем, да, попробуем проанализировать, эээ, что, что заставило вас, эээ, значит, вспомнить-то об этом. Что заставило вас, эээ, вернуться в прошлое, если боль утраты вы уже, эээ, пережили, да? Понимаете, о чём идёт речь? Понимаете, о чём, о чём я говорю, да? А, дальше, значит, эээ, никто меня так не веселил и не относился ко мне по-доброму так. Эээ, ну, вот, смотрите, эээ, никто меня так не веселил, если вы, и это, эээ, означает, что вы сами испытываете, эээ, недостаток в эээ, весёлости, или можно сказать, в ээээ, веселении, да, себя, опять же, из-за того, что вы ээээ, сами по себе довольно грустный человек. Так, эээ, вот, и стоит подумать, эээ, почему вы сами по себе так грустный человек? Почему вы грустный человек? Почему вы такая вот? Эээ, и почему, эээ, как бы, вы ищете в другом, в другом то, по сути, эээ, ничего нет в вас. Вы же, наверное, здоровых отношений хотите, правильно? Вы же, наверное, хотите отношений, в которых у вас, ну, было бы всё здорово, отношения, в которых у вас, ээээ, было бы всё хорошо, правильно? А если вы хотите таких отношений, если вы желаете таких отношений, что, соответственно, нужно, чтобы вы были полноценны. Нужно, чтобы вы были полноценны, чтобы у вас всё было, чтобы вы не нуждались в другом человеке, чтобы вы не показывали ему, ээээ, свою вот такую, ну, чрезмерную нуждаемость в нём. Понимаете? Да? Надеюсь, понимаете, о чём идёт речь. Вот, да, иногда взрывался он, но в основном дарил любовь и хорошее настроение, он был мне лучшим другом. А, вот вы говорите, он дарил любовь и, эээ, хорошее настроение. А, то есть вы от него зависимы именно в контакте хорошего настроения. Этим он был для вас ценен. По сути, по сути дела. Да? Этим он был для вас ценен. Вот. Тем, что он давал вам хорошее настроение. Эээ, опять же, стоит подумать, а сами-то почему вы себе хорошее настроение давать не можете и так далее? Понимаете, да? Почему вот вы сами не можете себе давать хорошее настроение? С чем это связано? Вот. Вот это вот такой, эээ, довольно важный момент. Дарил любовь. Дарил любовь. Ну тоже. Давайте, смотрите. А, дарил любовь. Ну, вряд ли любовь. Вот, если бы любовь, то... Наверное, он, эээ, ну, был бы с вами, если бы любовь дарил. Значит, это, это не любовь, получается, была. Это было что-то другое. Тем более, если он взрывался. Тем более, если он взрывался на ранних стадиях отношений. Вот, ну, вот, на тех стадиях отношениях, в которых вы были. Понимаете, да? Момент какой. Ну, вот, эээ, собственно, и вопрос у меня, к вам, получается. Получается. Так, а любовь ли это была? Не выдавали ли вы желаемое за действительно здесь, в этом контексте? Понимаете, эээ, какой момент? Важный момент, на мой взгляд. Понимаете, да? А, вот. Дальше. Значит, он был мне лучшим другом, а для него я была просто случайно. Ну, потому что вы, в этой ситуации, вы думали, в этой ситуации, вы думали только о себе. Вы не думали о нем. Вы не думали о мужчине. Вы не думали о его желаниях. Вы думали о себе. Вы думали о своих потребностях. Именно поэтому вы говорите, что он вам дарил любовь, но вы получаете только. Вы только получаете, вы не отдаете. Здесь я согласился с коллегой и скажу, что действительно для того, чтобы отношения были здоровыми, нужно что-то отдавать. То есть не получать, а отдавать нужно. А так мужчины чувствуют, что вы у него только берете, он от вас ничего не получает, и как бы вы негативные и все, а он вам не родителю, чтобы вас постоянно оберегать. Вы ведь и деспота выбрали, скорее всего, не просто так, не случайно вы выбрали деспота, а потому что это такой родитель, который вам нужен. Вот. Чтобы вы были ребенком, чтобы вас оберегали, чтобы вас опекали там и так далее. Ну, скорее всего, так. А далеко не каждый человек хочет стать вам родителем. Для этого деспот нужен такой, знаете, помощнее, как говорится. Вот. И вопрос еще в том, примите ли вы его. Ну, примите ли вы этого деспота в том виде, в каком он вас может представить. Понимаете? Ну вот. Вопросов его вы не задаете. То есть такой вопрос у вас непонятно. Вопросов вы не задаете. Абсолютно никакого. Но, исходя из этого, я думаю, что вам нужно в первую очередь разобраться с тем, почему, почему у вас плохое настроение, почему вы грубая, почему вы в депрессии и с чем это связано. Так, второе, это подкорректировать модель женского поведения в обязательном порядке, чтобы для мужчин вы стали более привлекательны. В-третьих, это работа над собственной независимостью и самодостаточностью. Для того, чтобы вы, опять же, представляли более, более, ну, более яркую ценность для другого человека. Ценность причем именно как личностную ценность, как человеческую ценность, не как женщина как таковая, да, это вот, тут вот не нужно эти моменты путать, путать, да, не нужно. Именно ценностную ориентацию, именно про ценностную ориентацию я говорю сейчас. Вот так, вот так. Если вы не хотите сами ничего избравлять, если вы не хотите сами ничего делать, если вы не хотите сами себя менять, то кто будет за вас это делать? Ну, опять же, только родители. Вот. А родители, это, это означает неудовлетворенность. То есть вы потому и неудовлетворены, что вы в детской позиции находитесь, вы ответственности за себя не несете. Знаете, в чем дело? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.